Я предлагаю выпить за моего друга Сергея Аркадьевича Савлина. Давно пора, усмехнулась Румянцева. Серьезно, опять я подумал, что уже не так страшно. Соревнования по неподготовленному чтению традиционно проходят в библиотеках, книжных магазинах, театрах, барах и даже ресторанах. Согласно правилам, к участию в чемпионате были допущены лишь 10 человек. В ходе соревнований им предлагалось озвучить незнакомые тексты и литературных произведений. Жюри оценивало технику чтения и артистизм выступающих по шестибальной шкале. Мне нравится, правда, такое мероприятие, оно дарит очень много позитивных моментов, когда ты можешь расслабиться, во что-то поиграть, а взрослые редко во что-то играют. Как творческий человек я не могу отказаться, когда мне предлагают поучаствовать в творческом мероприятии, особенно если это чтение прозы, чтение стихов, тем более экспромтом. Проявить свои способности можно было на протяжении трех раундов. В первом и третьем к прочтению предлагались отрывки из современной русской и зарубежной прозы. Во втором необходимо было озвучить сонет Серебряного века. Я опустила глаза на витрину. Можно мне... Это у вас чизкейк или с йогуртом? Сейчас очень часто говорят, что люди не читают, но это не совсем так. И вот предыдущий детский турнир, который мы проводили, это показало. И самое главное, то, что мы хотели, организовывая вот этот чемпионат, обязательно то привлечь внимание к литературе, книге и к чтению. Финал организаторы посвятили 180-летие поэта и приводчика Павла Козлова. Поэтому три сильнейших участника прочли отрывки из поэмы «Чайльд Гарольд» Джорджа Байрона в его переводе. А диплом победителя достался диктору Даниилу Верковскому.